Друзья, у нас прибыл самый длительный по выступлению лектор. Второй лектор, точнее тот самый, который должен был выступать первым, уже прибыл, но у нас уже некоторые коррективы внесены, поэтому будем идти по этому плану. Собственно, представлять особо не нужно. Анатолий Левенчук, передаю слово. Добрый день. У меня сегодня будет такой странный доклад, на котором я не хотел бы много давать ответов на какие-то вопросы, а хотел бы больше, может быть, некоторые вопросы ставить. Собственно, это такой этюд будет по системному мышлению, что есть некоторые проблемы, непонятно, как к ним поступиться, а самые главные проблемы, которые мы не замечаем, игнорируем, вот как сделать такую мысль, чтобы ты о чем-то подумал, и все проблемы вдруг стали явными, когда ты делаешь какие-то ходы мысли, замечаешь какие-то объекты, о каких объектах еще надо подумать, чтобы снять риски, чтобы была более-менее полная постановка задачи. И вот наметки вот к тому, как можно было бы выходить в этом направлении, некоторые интеллектуальные идеи, я считаю, что это цель доклада. Я мог бы эти слайды вечно тасовать, я их как бы не дотасовал. Некоторые слайды, они специально для данного доклада, некоторые вы видели в самых разных моих выступлениях. Ну вот давайте посмотрим, что получится. И я при этом понимаю, что мы в целом примерно говорим про блокчейн, в целом говорим про финтех, но мне кажется, что важно выйти за пределы блокчейна, за пределы финтеха, для того, чтобы как-то продвинуться в понимании проблем финтеха и проблем блокчейна и что-то с этим делать. Я постараюсь не сильно много рассказывать из предыдущих своих докладов, когда я рассказывал о том, что, вот обратите внимание, есть люди из рынка ценных бумаг, на котором я был, люди из финансовых рынков, и когда мы беседуем с финтеховцами современными, они говорят что-то на своем птичьем языке, их слушают традиционные люди и говорят, вы какие-то безумные проблемы решаете, нет у людей таких проблем. Все, они отворачиваются, после чего они обсуждают свои моменты поставки против платежа, что написать в законодательстве, чтобы суды потом отреагировали, а поскольку тут у нас нет ни законодательств, ни судов, вообще ничего нет, то, конечно, эти проблемы мы не слышим, а потом удивляемся, почему это блокчейн не идет как пожар по всему миру, хотя, казалось бы, все созрело. Но стейкхолдеры бывают разные, потребители это важные стейкхолдеры, сегодня потребителей буду касаться как-то. Но я хотел бы зайти с другой стороны. Техинвестлаб, вообще говоря, это консалтинговая лавка, очень небольшая, у нас всего там пара партнеров, и мы работаем обычно с крупными холдингами. И работали и в отношении финансовой инфраструктуры, и с регуляторами, хотя где-то с 2007 года у нас мораторий на работу с государством, потому что не в коня корм, когда поменяется власть, может быть, мы будем продолжать работать с государством, но не в его нынешней инкарнации в России. А принцип у нас образовательный консалтинг, то есть мы однажды видели, как когда ушли консультанты, сократили огромную службу, которая, как выяснилось, только передавала материалы консультантов начальству, и когда консультанты ушли, то вроде как клиент был сокращен. Мы сказали, такого не будет, мы будем всегда учить после этого работать людей и клиентов, чтобы когда мы ушли, их не увольняли после этого. Но экспертиза, системное мышление, системная инженерия, антологии и в какой-то мере уже, наверное, искусственный интеллект. Ход, который я хочу сделать, это ход на инженерию предприятий. Я не буду рассказывать, что есть академическое enterprise engineering, organizational engineering, есть enterprise engineering, это абсолютно бизнес такая штука, и совсем бизнес штука, которая называется бизнес engineering, когда вот нам надо какой-нибудь стартап с нуля сделать, вот чисто такая прагматическая дисциплина. Мы будем держаться в серединке вот этой самой enterprise engineering, и там нас будет волновать enterprise architect, то есть основные решения, которые будут сделаны по поводу какой-то организации. И там нас будет волновать enterprise anthology, которая чуть ли не синоним enterprise architect, потому что когда мы смотрим на предприятие, или, как я предпочитаю говорить, предпринятие от того же корня, но это уже не юрлицо, какая-нибудь рабочая группа проекта, или вот мы, собравшиеся тут на данное заседание, мы уже предпринятие, то есть мы собрали для какой-то цели, у нас есть какая-то организация, вы сидите, я тут разговариваю. Но предприятием это не назовешь. Тем не менее, для того, чтобы продолжать думать о таких странных объектах, хорошо бы иметь слово предпринятие. При этом я в последнее время пытаюсь растянуть то, что я об этом говорю. У меня хорошая метафора танец, потому что танец уже глубоко вышел за пределы простых вещей, там есть и люди, они же и как материал выступают люди, то есть важны их тела, их отношения друг к другу. Но они же и стейкхолдеры, число стейкхолдеров в разных танцах, даже число стейкхолдеров сильно отличается. И тем не менее, нельзя не сказать, что эти люди как-то распоряжаются как минимум собственными телами, какая-то инфраструктура нужна для их работы, они что-то делают, у них целенаправленная деятельность. Если мы научимся об этом говорить, о танце, вот так, то может быть мы немножечко прорвемся вот в ту область, которую мы сейчас пытаемся обсуждать, когда мы говорим о новых таких вот безюридических лиц, опять же, предпринятиях. То есть мы, может быть, сможем пообсуждать какие-то новые системы деятельности, о которых раньше просто думать не могли, как о системах деятельности. И в основе, конечно, будет лежать системный подход, системное мышление, это отдельно, как бы я сейчас даже касаться этой темы не буду, что это такое, там всего много. Значит, особенность текущего момента в том, что у нас не реализовалась идея о том, что мы сами киборги, у которых половина черепа железная, и в каждом глазу по какому-то оптическому устройству, да, вот мечта такая, сайбернетик организм. Значит, мы неожиданно выяснили, что у нас не сайбернетик организм, а сайбернетик организэйшн. И это некоторая неожиданность. Это тот же самый киборг, которого все мечтали, он придет, но он другой оказался. То есть есть какой-то компьютер, в котором какой-нибудь там план строительства на, скажем, 60 тысяч индивидуальных работ и компьютер, отслеживает деятельность пары тысяч строителей, чтобы они 60 тысяч работ выполнили вовремя. Какие работы по плану, какие работы надо сделать, что уже сделано, что еще надо будет сделать, какие работы у нас. Действительно, деятельность тысяч и тысяч людей обеспечивают сейчас киборги. Потому что современный мир, он, вообще говоря, не может уже без компьютеров. И эти компьютеры пока никакие решения вроде не принимают, да, но на самом деле все больше и больше принимают решения. А в 2012 году у нас случилась еще и мелкая революция. Но это, опять же, предмет другого рассказа, хотя мы вынуждены будем это зацепить. И компьютеры, у них глазки открылись, ушки открылись, то есть они начинают слушать, что происходит, зрение компьютерное. То есть проблемы, которые полсотни лет не решались, они вдруг резко начали решаться, и информационные технологии вышли на другой уровень. И это вроде как и пугает, но с другой стороны это и сильно помогает, потому что я, когда ехал сюда на Яндекс.Такси, я вышел вот из планерной в чистое поле, по совету я нажал несколько кнопок на морозе, и тут же поддерживает машина, берет меня, едет, известно, куда ехать. Я сажусь в машину, еще созвонились, где я там стою, на какой обочине. То есть три года назад это трудно было представить. А что это было? Вот поездка, моя поездка, это вот такое предпринятие. То есть собрался таксист, собрались я, еще поработали спутники при этом, то есть где я стоял, все было четко известно. Еще поработала карта, поработала куча водителей датчиками, потому что мы когда-то слышали, что есть такие раи, да, раи интернет-вещей. Вот, собственно, незаметно, это не из журналов, мы же так просто не называем вот эту сеть, когда Яндекс.Пробки показывают пробки. Сработала спутниковая фотография, то есть и космос, и телефонная сотовая связь, и пакетные сети обработки данных. Перед этим меня обязательно проверили, потому что я вылез в чистом поле, меня Яндекс там не видел. Он мне заставил послать смс-ку, задал все надлежащие вопросы, сказал, что вы вошли, конечно, со своим аккаунтом, но телефон я ваш проверю. И понятно, что сходу возникло при помощи, не знаю, наверное, 3-4 десятка компьютеров, а то и не компьютеров, а дата-центров, вот в этой одной транзакции поучаствовало. Представляете себе объем системы, да? Вот когда я так говорю, при этом я не говорю, что вот края этой системы уходят куда-то в пространство, потому что в свободное... Таксист при этом выполнял прошлый заказ, у меня на телефоне высветилось, что сейчас он высаживает пассажира и будет у вас через 3 минуты. То есть известно, что он делал. И так оно и было. Он подвозил кого-то к планерной, меня там забрал, поехал дальше. И вы понимаете, что вот то, что сейчас происходит, вот это предприятие, оно вообще не живет без компьютеров. Поэтому мы попали в очень странную ситуацию, когда вся деятельность, которую мы выполняем, массово, вот она туда прямо ухает, как в воронку, она уже становится не столько деятельностью человеческой, сколько деятельностью киборгов, то есть частью это люди, а частью и не люди. Но дальше осложнение, что тем не менее мы сами тоже стремительно превращаемся в киборгов, что человек это существо сильно адаптирующееся. Если уже вокруг нас такой организационный мир, то и наша природа-то меняется. Вот обратите внимание, вот телефон в руках, вот телефон в руках, вот телефон в руках. Слушайте, у всех в руках, вот компьютер, вот телефон в руках. А теперь представьте, что вы сегодня забыли телефон дома. Ну, некоторые, наверное, в такой ситуации оказывались. Да ладно, забыли, там батарейка сдохла, и все, да, и зарядников нет. Вы чувствуете так примерно, как у вас полмозга вынесено. Обращу внимание, что это ровно вот те самые полмозга с жестянкой, которые мы видим на картинках. То есть человек, у которого пропадает его хардвер, он выпал из жизни. Причем выпал из жизни очень сурово. Я бы сюда не добрался без телефона. Кто-то бы не смог заплатить. Просто в метро бы не смог зайти. И это есть огромная проблема. У нас модель психики, когда мы вот смотрим, что такое потребитель, что такое клиент, как работает стейкхолдер. Это сейчас не учитывается. Нам нужно не только поменять представление об организации, как будто это люди и станки. Да, нет, люди, станки и компьютеры. И это совершенно другое, нежели как бы люди и станки. Нам надо поменять представление о человеке. Вот тут вот одна из моделей психики, где, конечно же, есть, она киберпсихика. Кибер, я в скобках пишу, потому что, ну, я многое знаю. Была бухгалтерия, потом механизированная бухгалтерия, потом компьютеризированная бухгалтерия. Сейчас просто бухгалтерия, потому что других не бывает. У нас была почта, потом электронная почта, потом просто почта. Если обычная почта, то как-то обычное слово уже не говорится, а как-то надо долго объяснять, какая именно. Есть бессознательное, есть сознание. Но обратите внимание, у нас есть экзокортекс, и вот эта граница внешнего мира, она уже проходит, ну, есть сознание, как бы, вот есть неокортекс, да, кора головного мозга, где все, собственно, происходит, вот особые части, вот где все человеческое. А экзокортекс, например, тот листочек, над которым я размышляю, то есть я мысль выложил, это часть моего мышления, часть моего мыслительного процесса, те картинки, которые я рисую. Но, ровно поскольку я это уже выложил, например, вот я мыслил, вроде как размышлял над этой картинкой, это часть была моего мышления. Немножко вот вынесено оно, не только в мозгу, но и как бы между бумажкой или там экранным слайдом. Но, смотрите, с того момента, как я что-то вынес из своего мышления, я уже могу показать и вам, то есть это вовне моего мышления, я могу этим поделиться. То есть тут проходит граница мира. А еще есть эффект экзотела, то есть когда у вас хороший инструмент, то чисто психологический эффект, когда вы едете на машине, то этот инструмент становится продолжением вашего тела. Очень интересно рассказывают программисты вот про вот эти ощущения экзокортекса, экзотела. Они надевают очки виртуальной реальности, запускают космос, выводят прямо в космос изображение текста, текста, текстовый редактор, и после чего запускают музыку, и они печатают, но понятно, что клавиатуры не видно, более того, мимо сознания идут у хорошего программиста движения пальцев. Это восхитительный эффект. Ты сидишь в космосе, у тебя текст, который возникает вот просто усилием твоей мысли, потому что даже, ну понятно, что полный автоматизм в пальцах, это особое такое вот ощущение, мы умеем уже вот это делать, что у нас инструмент является продолжением, фактически продолжением тела даже у программистов, даже мыслительные инструменты являются продолжением тела. То есть человек поменялся, и далее интересно, что вот это вот все, это собственное тело, мы начали немножко протезировать, тело выходит во внешний мир, но это мелочи. Главное, что у нас появляется нечто совсем неживое, и в тех местах, когда оно выходит во внешний мир, оно начинает жить своей собственной жизнью, потому что там может быть процессор, и он уже не всегда логический, он уже иногда и на нейросетях. И вы, если видели современные вот Boston Dynamics ролики, вот совсем современные, с колесиками, видели этот, с лапками, честно говоря, пугающая штука, да? Вот. Мы начинаем понимать, что анекдоты, вроде бы, которые рассказывали люди на сборищах 3-4 года назад нейронета, тогда не НТИ нейронета, а настоящий, не тот, который вот Рособороннейро, да, стал в НТИ, а они хихикали, что вот у человека будет там 3-4 разных тела, он их будет ощущать, как свои тела, вот он тут присутствует, частью пьет кофе, одновременно в Калифорнии его тело где-то там бегает по стартапам, а еще одно тело занимается танцами еще где-то, и весь этот опыт, это как бы его опыт вот здесь и сейчас. Ну, почему бы нет, да? Ну и часть сознания то же самое, вот он думает об одном, думает о другом, и это вот как-то распределены вот эти вычисления. То есть мы должны понимать, что мир, куда мы быстро скатываемся, он уже устроен онтологически не так, как мы привыкли. То есть вот тот мир, в котором разворачиваются все эти блокчейны, все эти финтехи, он начинает быть устроен, о нем хорошо бы немножко думать по-другому, а не перетаскивать вот в этот новый мир привычные наши представления. Значит, но как думать, да, как думать? Понятно, что тотально-экстремальная автоматизация это наше все, а деятельность есть, это означает, есть люди, есть люди, есть их роли, есть тейкхолдеры, значит, мы автоматизируем, тренд экстремальная, то есть вот как в экстремальном программировании, если автоматизация хорошо, то это означает экстремальная автоматизация, это означает автоматизировать надо вообще все. ну то есть вообще все а саму автоматизацию надо автоматизировать и автоматизацию надо автоматизировать да то есть ну как бы до экстрема доводим а тотально это означает что дотла то есть вот если вы едите то это тоже надо автоматизировать если вы дышите то и это надо автоматизировать то есть автоматизируется вообще все вот это вот тренд и мы в это просто катимся значит но если стейкхолдеров заменять автоматами всех, то есть начинают принимать решения компьютеры, все больше и больше, да, то, что раньше делали люди, все больше и больше компьютера, будет ли это вообще деятельность? Нет деятелей, а деятельность есть, получается, да? Ну, по идее, я что говорю? Я говорю, что давайте заменим вот все, что на земле шевелится, все, что занято чем-то таким повторяющимся, да, не отдельными действиями, вот именно деятельностью, вот все автоматизируем. А люди что будут делать? А все, что они будут делать, мы тоже автоматизируем. Ну, то есть надо вообще понимать, до какой границы мы должны сейчас доходить, чтобы осталась какая-то осмысленность вот того, что мы обсуждаем. Потому что тренд, вот, что мы автоматизируем все, он такой очень интересный, надо всегда думать, а для чего? Что из этого будет? Надо ли мне автоматизировать удовлетворение всех моих потребностей или какие-нибудь оставить? Вот я хочу автоматизировать свою еду или нет? Секс я хочу автоматизировать или останусь вот? А вместо себя танцевать я хочу пустить робота или сам потанцую? Когда мы говорим вот о танце, да? А предприятие это тот же танец. Вот я всегда говорил, когда мы беседуем о лидерстве, что там есть два разговора. Это катализирование сотрудничества, да? Вот такой вот торжественный разговор. И в нем лидер, он осмысляет людей в предприятии, которые понимают, что вот работать с автоматами, без автоматов, ну, как бы вот работать, это их смысл жизни, они приходят в какую-то команду и вот это осмысляет. Да, есть, конечно, такой вот разговор за кадром, что лидеры просто вот эти стейкхолдеры, которые тут написаны, организационные места, роли, да? Есть живые люди. Он их убалтывает путать личное с общественным. То есть занять вот эти вот роли на конвейере и честно там выполнять. Но, в принципе, мы же осмысляем, теперь мы автоматизируем. Все, осмысление заканчивается, потому что вот какое осмысление? Как бы есть лидеры, автоматизаторы, они антилидеры. То есть они всю осмысленность снимают, люди начинают занимать другие позиции, туда приходят автоматизации. Автоматизаторы, я понимаю, что эту тему сейчас все обсуждают, но блокчейн-сообщество и финтех, оно то же самое должно обсуждать. Вот где там кончается граница человеческого, где начинается граница вот этого, этой автоматизации. Сейчас, насколько я понимаю, особо этот вопрос и не обсуждается. Значит, ход каждый раз расширять рассмотрение и изменение каждый раз в систему, чтобы оставались стейкхолдеры. Значит, это немножко переформулированное то, что когда вы автоматизируете какую-то деятельность, нельзя о ней уже говорить, что это та же самая деятельность, только автоматизированная. Обычно это вообще другая деятельность, программистов так и учат. Пошел автоматизировать, ни в коем случае не выполняет то, что вот делают люди. То есть ты должен построить некоторый новый мир, в котором вот люди занимают новые позиции, они занимаются чем-то новым. Ну, автоматизация вообще других процессов, потому что автоматы умеют делать то, что люди не умеют делать. И ты должен как бы менять мир, перекладывать одно в другое. Вот мы сейчас попадаем в мир, где исчезает прошлая деятельность, но вот этот ход я хотел, чтобы вы запомнили, что наша задача расширять и изменять систему. То есть когда вы автоматизируете какой-то кусок, то для того, чтобы рассмотреть новую деятельность после автоматизации, когда вы ее поменяли, вам требуется расширить эту деятельность, потому что автоматизация как бы сжимает вот то, что уже рассмотрено, его как бы нет, это как бы один ход, один элемент, ну модуль, да, ты сразу его можешь считать черным ящиком и для рассмотрения на том же уровне тебе приходится каждый раз расширить это рассмотрение и заодно включаются те люди, которые на прошлом этапе вот были выгнаны. То есть это как бы вот такая воронка, когда середина автоматизированная все время ужимается, делается плотнее и она так сжирает вот весь мир, но люди остаются. Но вы понимаете, что при этом мышление, оно должно как-то вот тоже все время расширяться по ходу деятельности. Это означает, что если вы занимаетесь финтехом и идете туда что-то в финтехе автоматизировать, то это автоматом означает, что на каждом шаге вы должны прихватывать какие-то куски, которые раньше в финтех не входили, потому что по мере отжимания вы должны прихватывать вот то, что связано с людьми. А этого я не вижу, потому что каждый раз, когда я прихожу, вот я из людей, из того, что происходит с людьми вокруг, ну я вижу Алиса, Боба, то есть очень ограниченный кусок, которых тоже, как вы понимаете, в тех ситуациях, которые рассматриваются, вот так можно заменить аппаратами, и мы, получается, автоматизируем то, что и так делается какими-то автоматическими системой, но перераспределяем, что типа там вот это в одном компьютере делалось, а тут можно делать там в разных компьютерах, но это немножко не то, о чем я говорю, это как бы не тот ход мысли. Значит, вот надо было сюда, конечно, ссылочку написать. Возникают при автоматизации совершенно неожиданные эффекты, и для меня эти эффекты важны, потому что они указывают границы того, что возможно сегодня. Это впервые начинает появляться вот так. Люди, когда попадают в переавтоматизированный мир, они чувствуют себя полностью беспомощными по совокупности причин. У одного товарища в Америке под Новый год, у него рейс сняли, но как-то так хитро сняли, это вот так прошло немножко мем, ну не мем, а как в лентах во многих местах походило, он известный блогер, ему пришла смс-ка очень поздно, то есть он пришел в аэропорт, увидел, что рейса нет, смс-ок нет, ничего нет, вообще ничего нет. Он попытался сделать что? Он говорит, ну что, я кнопки нажал, там три кнопки нажал, я получил билет на рейс, прихожу, рейса нет, что делать? Аэропорт все заняты, я смотрю, ничего не происходит, я пошел людей искать. Значит, это интересный ход, он пошел людей искать. Смотрите, очень интересно, когда у нас происходит что-то не так с блокчейном, первый ход какой? Бежать к Виталику. Бежать к Виталику, то есть мы начинаем искать людей, каждый раз, когда с автоматом. Я на эту тему про людей еще раз поговорю, я вам про Дица расскажу, который теоретически это за много лет до этого рассмотрел. Так вот, он побежал искать людей, а людей нет, потому что в аэропорту все заняты, кому вы будете искать, когда рейса вашего нет? Представляете, ситуация, аэропорт, гулки и залы, компании, каждая из которых выполняет, много рейсов других компаний, вы же садились в рейс, да? Это же совмещенный рейс 10 компаний, потому что все шерит, и где-то там в недрах вот этих всех систем где-то сбойнуло. Потом он говорит, ко мне приходит смс, что твой рейс снят, обращайтесь к представителям компании. Он пошел искать представителей компании, единственных, кого он нашел, это людей, которые делают посадку из этой компании на другой рейс. Его, естественно, послали, потому что это не твой рейс. Он, как я понял, взял за пуговицу этих людей, оторвал их от очереди обслуживания пассажиров с их рейса и заставил заниматься своей проблемой, предъявляя вот эту смс и говоря, что вы же единственные люди. Около него немедленно, поскольку все собрались у всех ходмыслий одинаковые, собралось человек 100, которые с отмененного рейса. Посмотрел сотрудник компании на этих 100 человек, на тех 100 человек, которых он резко прервал, которые не сажаются на свой рейс со снятого и сказал, что ты последний, кого я оформляю вручную и начал дозваниваться куда-то по внутренним телефонам. Как я понял, там десяток систем. Все, что хотел этот товарищ, он хотел улететь в тот же день, потому что вдруг автоматически все системы прекратили работать, то есть нельзя было взять деньги назад, обращайтесь в компанию, ну вы понимаете, да? Еще надо подтвердить, тебе же сразу деньги не дадут. А оказывается, когда мелкий сбой вот в этих переэлектронизированных системах, то первое, ты ищешь людей, но если у нас безлюдные технологии, то на следующем рубеже обороны людей нет, там все автоматизировано. На следующем рубеже обороны людей нет, там все автоматизировано. На следующем рубеже, и ты идешь по десятку вот этих вот систем, и ты не можешь найти этих людей. Когда ты добираешься до этих людей, в этот момент оказывается, что им некогда. Более того, если вы представляете, дата-центр какой-нибудь сбойнул, это регулярно сейчас бывает, у вас сразу очередь пара тысяч человек, и представьте, сидит клерк, который по идее должен сидеть, пить кофе, все в порядке, тут у него вдруг оказывается пара тысяч человек. Что в этот момент получается? Какие последствия? проблемы есть всегда, и они всегда происходят вдруг. Ну, будь это смарт-контракты, что угодно, почему-то считается, что проблем нет. Проблемы есть всегда, даже когда их штатно нет. Если автоматизации вдруг нет, то накапливается очередь, и вручную невозможно ее обработать. Поскольку вы же все автоматизировали, у вас экскаватор. Если у вас план копания, а экскаватор поломался, то все, плана нет. Если у вас объем того, что вы должны выкопать, резко прибывает, то без экскаватора каюк. Другой экскаватор вы не сможете перенастроить, потому что за это время очередь будет бесконечной. Если автоматизации вдруг нет, то возникает бардак, то есть потеря конфигурации, требуются нестандартные решения. Требования капэсити по учету на фондовых рынках были следующими. Выяснилось, что бардак на фондовых рынках, вот кризис то, что называется, происходил не потому, что цены падают. Рынок, мало ли что, цены падают, это нормально. А почему же эти были черные понедельники, кризисы, люди стреляли, сбегали? Не потому, что деньги теряли, а потому, что брокеры в тот момент, когда идет кризис, не успевали принимать заказы, потому что все бросались продавать или покупать, понятно, да? Все, просто телефоны перегружались, это первая линия обороны. А брокеры начинали делать заказы на бирже. И сделки наполовину регистрировались, заказы терялись, сделки не проходили, и у вас оказывались незакрытые сделки, в больших количествах, то есть терялась конфигурация вообще системы. Когда конфигурация системы потеряна, непонятно, что делать. Начинаем вспоминать ситуации, когда конфигурация системы вдруг неуправляемо меняется, ситуация с Дао. Первое, что вы ищите, вы ищите людей. Второе, что вы находите, вы находите, что все уплывает, деньги, состояние, вот, а люди соображают медленно, это же не компьютер, он же не за микросекунду отрабатывает. Кроме того, у людей нет полномочий работать, потому что если у вас в систему встроено достаточно контуров безопасности, то все контуры безопасности будут работать против вашего вмешательства. Получается следующее, если у вас в системе будет бардак, который будет всегда, и вы сделали систему абсолютно безопасной, то она не пустит вас ее починить. Что вы, собственно, и наблюдаете. Чего как бы не хватает обычно, почему вот этого нет. Ну как, есть проектные аварии, которые предусмотрены, проектные, мы знаем, что если Бопа, Лиса, и кто-то туда влез, вот, Чарли, там, вот, все будет очень плохо, да, мы аккуратно предотвращаем, доказываем теоремы. А если это Марфа и Дмитрий, которых не было вот среди Боба, Чарли, когда вы все это делали, они как-то влезают, и еще пара цунами, разрыв кабеля, и еще кто-то, тогда каюк. Вопрос, что вы делаете в этом случае, когда у вас запроектная авария? Ну, речь идет о вот то, что резиленц называется, современный инженерный дизайн, он говорит следующее, что вы должны понимать, что все системы грохаются, но когда ваша система грохнулась, она должна, ну, как-то там, вот автомобиль, если у него три колеса прокололись, то, конечно, он не будет 240 км в час, но на одном колесе до заправки он должен как-то до станции дотянуть, ну, если двигатель работает. Если двигатель не работает, ну, как-то все равно должен дотянуть. Вот резиленц системы, которые не работающие должны работать. Как определяется, вот что такое резиленц? Ну, это те, которые умеют сохранять работоспособность, даже когда происходит то, что ты не учел при проектировании. Что это означает? это означает, что мы должны при работе понимать, что есть какие-то вещи, которые не учитываются при проектировании, в автоматизированных системах они происходят всегда, и вот этот неучет, это означает, что должны быть какие-то понятные способы исправления человеками ситуации. Все же, что мы видим в финтехе, мы видим, что мы должны наоборот исключить человека, защититься от вмешательства лишних людей, и когда что-то происходит, в этот момент начинается кризис на рынке, кризис там, кризис сям, то есть с моей точки зрения абсолютно плановый кризис, я вот сидел и как бы каждый раз улыбался, я говорю, я вот почему в это все не играю, а там непонятно, вот там людей нет, избавляются от людей, я говорю, ну а если что произойдет, что в этот момент будет, в этот момент будет вот то самое, что на фондовом рынке, потеря состояния, там того сего, мне говорят, да, ну это же как бы штатный режим, это риски, я говорю, риски, ну как, запланированный такой вот риск, это не риск, это штатная ситуация, я ее ожидаю, ну вот так, собственно, оно и происходило, и ситуации таки решаются с присутствием людей, как это, люди появляются, убирают этот бардак, ну вот, если бы об этом сразу договаривались, и совсем без людей автоматические системы не получается делать, ровно потому, что всегда что-то происходит, да, как же об этом думать, кстати, а вот если автоматизации вдруг нет, персонал обычно не знает, как вести обработку вручную, вот, когда вы приходите куда-то обрабатывать свои данные, сколько раз вы уже слышали, что я бы с удовольствием решила вашу проблему, или решил вашу проблему, но компьютер не позволяет ввести, да, это как раз вот защита, как бы, если вы вступили на какой-то процесс, то дальше у вас по всем шагам процесса, хотите вы, не хотите, как через прокурс того же проведут, а вы всегда, спасибо, вы всегда не можете это запроектировать правильно, вот, и главное, кто оплачивает это время, ну, никто не оплачивает, потому что это же вдруг, вот, в смете же не было этих расчетов, значит, вот это вот важные, это если есть страховые фонды, на непредвиденные вещи, но обычно случается то, что как бы не работает в страховых фондах, какая-нибудь ситуация с самим страховым фондом, в том числе, да, пожалуйста, в любой момент. Смотрите, ведь на самом деле автоматизация, она происходит из-за того, чтобы превратить именно вмешательство человека не тогда, когда происходит нештатная ситуация, а для того, чтобы он, и если ее не сделать, да, защитить, то будут, скажем, вредные вмешательства, да, 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 это системно, это системно, системно, ненавижу безопасников, почему, они никогда мне не помогают, каждый раз, когда вмешивается служба безопасности, первое, на нее уходят все средства, которые доступны, вообще все, потому что ее никогда не бывает мало, это как бы первая часть, то есть, когда приходят безопасники, все становится неоправданно дорого, они борются там за каждую долю процента, но, значит, это не то, за что я сильно ненавижу, потому что, ну, я готов откупиться, есть вещи, от которой я не могу откупиться, когда приходят безопасники, этими системами нельзя потом пользоваться, чем более безопасна система, тем больше ей нельзя пользоваться, потому что самая безопасная система, к которой ты не пришел, людей к ней не пускают, людей нет, фух, слава богу, и компьютеров не пускают, то есть, она вот такая закрыта, ров вырыт, вот черная стена, почему, ну как, я пришел на работу, если работа полностью безопасна, то я, чтобы просто пройти туда, я должен оставить компьютер, оставить телефон, раздеться полностью, меня промоют изнутри, я туда зайду, выдохну, далее у меня 8 раз будут сканировать каждый глаз, пустят только тех, кого надо, да, и я дальше буду вести совещание, у меня киберпсихика, не, не, только как бы вот серое вещество, и то мы еще посмотрим, и там, если можно, часть воспоминаний ты оставишь сюда, помните эти секретные тетрадки, которые надо, вот ты пишешь, записи делаешь, а потом ты не можешь их понести домой и подумать, ты их должен оставить там, ну, я говорю, во, есть люди, которые портят жизнь систематически, как только я вижу безопасность, я их посылаю нафиг, и работаю, почему, а если что-то произойдет, я говорю, если что-то произойдет, мы договоримся, способы купирования есть, ежели что-то произойдет в системе, которая считается безопасной, то, как правило, разобраться с этим невозможно, потому что оно же безопасно, у меня нет ни процедур, я вообще не готов к этому всему, что вот будет происходить, вот при прорыве безопасных систем, потому, потому, мне плевать, что думают об этом сами безопасники, я же потребитель, я говорю, это неудобно, страшно, делайте так, что безопасность была незаметна, но она же заметна, ты же через нее продираешься каждый раз, самый безопасный софт, это ты в него не попадаешь, баланс, 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 вот представьте, полная комната сидит людей, которые работают, как бы, с безопасностью, баланс между кем и кем, где вы видите тут баланс, когда собираются люди, занимающиеся, занимающиеся безопасностью, я вообще не понимаю, о каком балансе они говорят, нет такого, слово баланс отсутствует, по принципу, потому, что баланса нет, все, вот туда, безопасность не должна стоить дороже, чем потенциальные будут потери от того, что безопасность может стоить, одну копейку, потому, что не пустить кого-то куда-то, это очень дешево, я как человек, вот, насколько я понимаю, в России особая ситуация с безопасностью, мозги поэтому, знаете, биос, вот сдвинут, да, я сюда, сюда переписали мой паспорт, я сюда проходил, вот просто зайти в дом, с меня переписали паспорт, кто я, что я, да, я говорю, тут, аграна есть вообще везде, это не так вот, как вот, странно, где есть доверие, тут вообще так, я говорю, я хожу, я никуда попасть вовремя не могу, что всегда остановки, всегда вот нахождение, вы в Лукоил когда-нибудь проходили на переговоры? пока не доверие. О, Лукоил. фейс-контроль, это такое же. Причем, вы же понимаете, что дурят эти системы совершенно по другим линиям. Более того, тщательно эксплуатировали ровно вот это. То есть, они ожидают, когда тебя возьмут за руку, выведут, но же это все понятно, что делается. Очень же понятны все эти процедуры. Поэтому я бы считал, что надо, ну, как бы каждый раз надо прикидывать, вот, что там происходит в нештатных ситуациях. И как люди могут эту ситуацию исправить? А мышление безопасников наоборот, поскольку люди могут исправить, они же не думают о том, как люди могут исправить, как там же есть ремонтопригодные системы, ну, вот, все эти, манденобилити, ремонтопригодность, надежность, все. А мы думаем только наоборот, о надежности, и наоборот, чтобы ремонтировать не надо было, чтобы все время само работало, вот, не получится, думать надо о разном. Итак, система продумывается. На протяжении всего жизненного цикла, то есть системное мышление начинает помогать. То есть от замысла до вывода из эксплуатации. Обратите внимание, это означает, что когда я думаю о всяких там дао, то я не должен думать только о том моменте, когда дао работает. Я должен автоматом включать свое размышление, то, когда я дао создаю, то, когда она поломалась, я ее чиню, то, как я его вывожу, там закрываю, если что произошло. Ну, то есть то, что происходит за пределами эксплуатации. Что, в общем, редко, потому что мы же делаем системы, которую кнопку нажал, они заработали. И, в пример, еще приводим интернет, гляньте, там один раз кнопку нажали, и вот он работает, никогда не останавливается. Это хорошо мне вот так вот говорить, что интернет в мире вот так работает, никогда не останавливается. До того момента, когда он не остановится в моем доме. Что я в этот момент делаю? Давайте, я буду тренировать на этот партер. Званию провайдеру. То есть я не бью по, как это, кулаками по коробочке роутера, которая у меня дома. Я ищу человека, с которым можно поговорить. То есть я могу, конечно, сходить на сайт и увидеть, что там какие-нибудь работы, но, скорее всего, я там ничего не увижу на сайте в этот момент. Мне очень захочется с кем-нибудь поговорить. С кем я могу поговорить? С провайдером. С провайдером. Я ищу ответственного за то, что там что-то работает. Обычно нет. Далее. Относится ли это к времени эксплуатации этого самого интернета? Нет, не относится, потому что это относится к времени, когда интернет не работает. То есть я хочу что-то делать с системой, когда системы по факту нет. То есть мне интересно, да, не в тот момент, когда оно работает и все там хорошо. Мне интересно как раз вот найти кого-то там, когда там все плохо. Смотрите, ровно наоборот, да? А, собственно, это же и происходило, да? Опять же, бежим Виталика искать. Кроме Виталика еще разные другие люди указывают свое мнение. Вот. И все равно пришлось разруливаться с людьми, потому что, ну, на кону большие суммы, а другие говорили, нет, вы же сказали, что без людей. Значит, без людей должно быть, а деньги мои. Ну, альтернативная позиция примерно так же звучит. Смотрите, я же не даю ответов, но я говорю направление мысли, по которым вы можете думать над ответами. По крайней мере, включать вот этот вот инженерный режим, когда вы думаете о системах не только на одной стадии жизненного цикла, но и на всех, и понимаете, что всегда рассматриваются две системы. Значит, для каждого софтового проекта важно, что делают люди. и всегда, когда речь идет о софтовом проекте, я говорю, что всегда есть часть с людьми, и надо рассматривать их ситуацию, не просто как там стейкхолдеры, а большие куски их деятельности. Вот, и целевая система автоматизации обычно включает деятельность людей, включая систему, система только под систему вот этой вот целевой, вот ваша система автоматизации, под система той системы деятельности, которую вы автоматизируете. это означает, что надо рассматривать стейкхолдеров, и поскольку у них длительная деятельность, надо смотреть, что будет, когда ваша система заработала, когда ваша система не работает, что происходит с деятельностью вот в эти моменты, крайние точки, да? Ну, почему у людей обычно всякие транзишн-периоды, вот как стадия жизненного цикла, когда вы что-то вводите в эксплуатацию, то есть это особые периоды, которые надо всегда рассматривать, в которых есть люди, как правило, там совершенно другие люди, не те, которые в момент эксплуатации. нет, 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 у вас уже вот сходу, вот прямо сходу вот не современная инженерия. Значит, в современной инженерии у вас нет ситуации, когда система спроектирована, потому что это наследие древних железных времен, когда вы автомобиль спроектировали, сделать. я очень советую всегда думать, вот я когда примеры приводил, вот как на новый ход мысли, у вас вот Windows 10, это последняя версия Windows, она никогда не бывает в состоянии спроектирована, или вот Google раньше я приводил пример, когда он вечный бета был, Google снял с себя бету, уже нехороший пример, но это ход был, промежуточный, они говорили, что она всегда будет проектироваться, 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 и никогда нет, но потом выяснилось, ну как, уже там 15 лет проектируется, а что, а когда работает, уже, ну никто уже не верит, да, уже, да, дело не в этом, просто, вроде неприлично говорить, уже давно ты в сервисе, ты, я бета, я бета, вот, ну как, неприлично, а Microsoft сделал следующий шаг, он сказал, я не бета, я как бы Windows 10, настоящая, боевая, и потом Windows 10, но другая, и потом Windows 10, но третья, там меняется только цветоплашек, все, какие-то большие релизы, а дальше что будет, а дальше все, Windows 10, это означает, что у вас система сразу, никогда не будет в состоянии до конца спроектирована, она всегда будет меняться, то есть ее нельзя спроектировать, запустить, интернет то же самое, там регулярно какие-то уровни протокола меняются, это железный, хороший предмет, да, да, космический аппарат, да, да, у системной инженерии космический аппарат это вот вершина как раз вот системной инженерии, был, было, Инкозе, я вот как раз вот директор по исследованиям русского отделения Инкозе, значит, они выпустили Vision 2025, то есть какая системная инженерия будет в 2025 году, и они сказали, что ну, конечно, вот эти Software Intensive, когда у вас есть космический корабль, и он весь из софта, и вот он запускается на орбиту, это вот была вершина, вот, аэрокосмос, вершина нашей инженерии, а дальше что? Network Intensive, а дальше? А дальше вот те самые там люди появляются, Enterprise, это еще круче, потому что Network Intensive, ты просто не очень соображаешь, кто к тебе подключился к сети, кто выключился, и у тебя уже нет структуры системы, ну, у тебя проток как бы узлов через сеть, да, протокол ты понимаешь, а вот кто у тебя в сети, кто отвалился, ты не можешь сказать, а дальше что? А дальше люди, потому что когда человек подключается к делу, ты вообще не можешь сказать, кто подключился, он же играет разные роли, и к тебе принц Гамлет подключился или Офелия в данный момент. Мы же не можем это заранее, поэтому в этом процессе... О, тоже, да, я ровно об этом. Это взаимодействие, четко понятно, как ты меняешь версии системы с самого начала, как ты исправляешь ошибки, вот с точки зрения человека. А у меня следующий пункт, у меня следующий пункт про то, что там людей-то нет, мы должны работать вообще с агентами. Это без разницы, у меня там софт, человек, то есть они субъекты, то там... Ну, субъекты, да, я и говорю, что это означает, что все время происходит изменение того, что мы напроектировали. Нет, было неправильно то, что код исполнился или было правильно то, что люди откатили? Было неправильно проектировать такую систему, которая, как космический корабль, должна была взлететь и далее непогрешимо быть до самого конца. То есть у тебя протокол там вот исправления ошибок вот таких дурацких, что смарт-контракт плохой. Если у тебя есть код, любой, то в коде всегда на одну ошибку больше, чем ты думаешь. Это дизайн-флоу. Ошибок нет, потому что код выполнился вверх. То есть он был написан, он выполнился вверх. И ошибка. Правильно я понимаю, что это как у психологов. Это как у психологов. Пошел к психологу, писается по ночам. Ошибка. Вышел от психолога. Ты как бы писаешься по ночам? Писаюсь, но теперь я этим горжусь. Ребята, вы когда рассказываете вот про отдау, это вот очень похоже на то, что я сходил к психологу. Крадут ли у вас деньги? Крадут, но теперь я этим горжусь, потому что мы вот за ценой не стоим, зато принципы наших. Зато автоматизировано Дотла. Я говорю, ребята, у инженеров это как бы вообще, вы представляете, сделать систему, залить эпоксидкой, сказать, что и все будет чики-пики. Но там вообще дау, когда снащили, может быть, намеренно оставили этот баг, нахуй, смотря на себя, про контроль. Да, мне плевать на дау. Для меня это лишь типичный пример, потому что это общий, это общий способ мыслить тусовки всей. Она не системно-инженерная. У программных инженеров иногда вот они выбегают вперед системных, а иногда как бы не догоняют. Дау какой там какой там субъект? Есть ракета и она считает, что у нее все нормально, да? Ну и что, ракета считает, что у нее все нормально. Ну мы можем сказать, типа он плохой родился, ну и убить его. Это уж не задавок, но он существует, оно живет. И вот агенты же это продолжение. Смотри, ты каждый раз, ты каждый раз возвращаешься, вот ты пытаешься с Анатолия на свой уровень опустили. Я говорю, рожать детей, не имея возможности их лечить, вот знаете, есть секты, которые просто у них нет концепции лечения. Вот как Бог породил, так оно и должно быть. Вот как-то мне это не нравится. Но это естественно отбор, честно говоря. Естественный отбор, я говорю, вот когда дело будет идти о вашем ребенке, я приду к вам и буду говорить. Естественный отбор, вот, это что-то все-таки не то. Я бы хотел, чтобы то, что я породил, я бы имел возможность исправить, починить. А что идеально? Я говорю, так как идеально? Оно так и идеально. Если тут душно, я начну искать человека, который тут проветрит. Только и всего. Ребенка вы можете исправлять до определенного возраста. В смысле, если ребенок заболел, тяжело правиться. Причем, чем-то, 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 тяжело правиться. Дальше он сознательно и себя сам еще может хотеть править. А ему будут говорить, нет, ты не имеешь права идти к врачу, ты как бы естественный отбор, если ты дохлый, то и дохни. Нет, это не дискуссионный, это ровно то же самое. Я говорю, что ребята, вы понимаете, я говорю, что всегда что-то случается. Далее, системы безопасности нас ограждают от того, чтобы кто-то пошел и исправил ситуацию. Потому что с точки зрения системы безопасности, вы же понимаете, это нарушить конструкцию. Я не дам исправить, потому что то, что там рак, это как бы предусмотрено дизайном, поэтому не пущу тебя лечить. И вообще, кто ты такой, потому что родил, все, ты теперь такой же клиент, как все. Значит, это не работает. В open source проектах, как вы понимаете, есть иногда benevolent dictator, и эти проекты чаще выживают, чем там, где этого диктатора нет. То есть там, где вот линия собственности какая-то остается. И тем самым, я говорю, что обязательно надо включать жизненный цикл, то есть как делают систему, обеспечивающую систему надо включать рассмотрение точно так же, как и целевую. То есть нельзя не рассматривать тех людей, которые делают целевую систему, не смотреть, как они связаны, потому что возникает очень много интересных вопросов. Вот атомная станция, вот разработанная, заказчику передал, что передал? Информационные модели передал? Нет, чертежи передал, а информационные модели, это все равно, как фотографии передал, а сам оставил на своих серверах. Вопрос, а мне надо что-то исправить на атомной станции, что я буду делать? Обращаться опять же к создателям, как контракт закончился. Вы же знаете, что по некоторым атомной станциям в самих моделях не существует. Именно так, точнее не существует, но доступа к ним нет, потому что за них надо отдельно платить. Вот, я говорю, во, это что, это означает, опять же, не системный инженерный подход, про жизненный цикл не думают, про то, что система, модели системы, которые остались у создателя, важны для работы самой системы. Ну, либо надо, как бы, создателя включать в контур системы, говоря, что эти модели внутри самой системы, она сама себя ремонтирует, создатели там живут внутри, так это и есть ровно то, к чему я говорю, что там нельзя это допускать, допускать, говоря, что есть автономная там система, созданная кем-то, пинок под зад, и она работает. А через пять лет что делать? Эту выкидывать, другую ставить? Или эту все-таки подчинить? Или как Windows 10? Я говорю, это вот, 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 это другой тип мышления, наш язык даже вот часто запрещает говорить вот в этих терминах. Значит, дальше я говорю, что предприятие у нас все-таки, вот, которое мы автоматизируем, то есть мы автоматизируем деятельность, деятельность это там целенаправленная деятельность, обычно она в каких-то оргформах. Предприятие это такой физический объект. Туда входят люди, туда входят оборудование, вот как мы тут сидим. Люди, вот эти вот мешки, да, микрофон. Вот. И что еще туда обязательно входит? Это была бы просто куча людей, если бы не было бы понятно ответственность каждого за распоряжение ресурсами, кто что кому может сказать, кто кого о чем может попросить. И вот это вот очень важно. Вот организованные, это с понятными полномочиями и ответственностями по имеющихся в их распоряжении труду, программам, оборудованию, объектам работы. Если вы собрались на необитаемом острове кучкой людей, то вы не предпринятие, пока вы не организовались, пока полномочия ваши не полны, ну, как бы это куча людей, это не предприятие. Если вы вот в танцзале собрались и все, то полномочия непонятны, вы как бы не танец и не дискотека, вы просто как бы собравшиеся. И для меня вот это вот важное, потому что, когда мы рассматриваем системную схему проекта, то вот оно предпринятие, туда входят работы, команда, технология. И если мы хотим что-то автоматизировать, то мы вот это вот и автоматизируем. Вот она деятельность. Что там вот возможности какие-то системы, стейкхолдеры, вот это то, что мы делаем, какие системы. Но мы-то хотим автоматизировать какую-то деятельность людей, вот они люди наши, организованные, вот те самые станки, которыми они работают по каким-то технологиям, технологии развернутые, капитал вот он сюда идет, вот человечий капитал, вот просто капитал. Ну и какие-то процессы, которые мы автоматизируем, то есть те работы, которые надо сделать. Это относится и к финтеху. Ну так бы сидел кассир, там принимал деньги, что-то перечислял, да, а так мы вот заменили кассира, заменили операционистку, заменили, вообще всех заменили, да, заменили какую-то команду вместе с банком, вместе со страховой компанией. А там все, да, стейкхолдеры там, конечно, остались, но вы понимаете, это же как это... А если бы они в этом разбирались, то, конечно, да. Но они же не разбираются. То есть кто-то... Я в коммунизм давно не верю, в социализм, что вот такой коллективный, как бы общий разум. Вот социалистические идеи, почему-то они, когда вот нет вот этой вот организации, которая вот тут с понятными полномочиями, ответственностями, по имеющимся распоряжении труду, то коммунизма нет, а в социализме обычно сразу находится диктатор, и полномочия становятся понятными. То есть вы говорите, что есть понятное отсутствие полномочий? Нет, потому что анархия, если вы помните, она работает на добровольных договоренностях. Это все равно означает, что с какого-то момента у вас появляется полномочия. Потому что им принадлежит. А что им не принадлежит, полномочий нет. Тогда анархия, ну как? Да, да, да. Биткоин хороший, хороший пример, да. Очень хороший пример. Биткоин прямо вот голосует, да, он такой большой, вот в рамках финансовой системы, если посмотрите. И сколько лет он существует, и все, он, знаете, как это, вечно подающие надежды. А я говорю, вот что надо, как, что надо думать, чтобы из вечно подающих надежды, почему за это время очень много финансовых сервисов появилось, размером там в разы больше, а он все вот подает и подает надежды. Я как раз и говорю, суть моего доклада, это рассказать о том, что в голове должно быть, чтобы понимать хотя бы, почему это происходит. Значит, дальше я перехожу к тому, ну, чтобы не застревать, к тому, что у меня есть для работ команды технологий три разных способа описания деятельности, по принципу три. Это вот просто такая классификация. Значит, есть традиционный способ, ориентированный на работу, то есть, что я хочу выполнить, какие шаги процесса я хочу сделать, какой проект я хочу сделать. Это process-based, activity-based. И проектное управление, и процессное управление, наши любимые айтишные, они оттуда. Тезис понятен, да? То есть, то, что нам знакомо, оно описывает ни разу не команду, ни разу не технологию, оно описывает работы. Технологии, это ориентированные на рабочие продукты, product-based, ведение дел, управление задачами, работа с практиками, управление кейсами. И ровно поэтому у нас весь agile мир, в котором не очень понятно, что делать на каждом шаге, процессы, проекты, которые говорят, или в больнице, когда выпишем пациента, врач вам всегда говорит, когда надо, когда будет готов. Он никогда не скажет, что там в понедельник, потому что, ну, зависит не только от его усилий, но от звезд, от пациента, от новых лекарств, и программист также, потому что не только от его программиста усилий зависит, но и там от дата-центров, от звезд, от вдохновения. Вот, в agile вы работаете с ищутрекером, то есть с артефактами. Вы работаете с какими-то объектами, но там нет вот процесса, и нельзя сказать, вот какие точно шаги вы сделаете. Вот это вот принципиально важная штука. То есть оказывается, когда мы автоматизируем деятельность, то до чертиков деятельности, когда вы много чего должны сделать точно, но непонятно как. То есть вы можете, конечно, сдвинуть и сказать, что у вас декларативное описание, то есть есть предусловие и постусловие, и считать, что у вас план выполнения деятельности как-то сам собой соберется, ну там предусловие склеится с постусловием предыдущей операции, то есть есть планировщик, но опять же, когда у вас вот много разных агентов, они собираются, какой к черту планировщик, сначала же надо договориться, кто планировать будет, да, ну то есть есть некоторые проблемы, я говорю, и вот в этом месте у вас начинаются границы автоматизации, появляются люди, ну либо интеллектуальные агенты, которые способны держать общую модель деятельности в голове и заодно объяснять другим людям, что делать, а также брать на себя ответственность, это традиционная задачка, у меня еще трекер, как начальник раздает работы или я беру работу, да, но надо запомнить, что это другое, это не совсем процессное управление, потому что в еще трекере у меня единицы как бы работы над какими-то частями жизни, то есть это product based, вот, и технологии, они обычно вот так, то есть известно, что у вас как бы лаборатория или там цех или проектное бюро и много-много технологий развернуто, но неизвестно в каком порядке оно все будет задействовано, понятно, но продукты известны, известно, что вот тут вы красите обычно, но какой краской что, пока не понятно, пока дело до дела не дойдет, а вот тут вы там операции делаете медицинские, но вот в каком порядке вот резать чего, тоже пока не понятно, то есть product based, но зато вы можете перечислять объекты, которые там находятся, перечислять эти операции в терминных объектов, а вот следующая интересная штука, это команда, значит, почему интересная штука, мой тезис-то продолжается, да, я говорю, что гляньте, оно обычно так выглядит, а я теперь все автоматизирую, дотла, это означает, что команда должна исчезнуть, чего я теряю в этой ситуации, значит, там, обратите внимание, что команда описывается не командоориентированным способом, а почему-то они называются communications based способы, а о чем там беседует коммуникация, ну как, Ян Гитц обычно рассказывает это так, приходит кто-то в пиццерию, клиент и говорит, пиццу Маргарита, пожалуйста, значит, когда он пришел, сказал пиццу Маргарита, за прилавком тот говорит пицца Маргарита, нажимает кнопки или просто орет на кухню, кухня слышит пицца Маргарита, кричит соус и кричит тесто, берет соус тесто в печку, кладет, тот кладет все, он говорит, странно, говорит, в процессах такого нет, потому что в процессах тебя сразу рисуют, что вот у тебя есть соус, вот ты складываешь, вот ты печешь, вот ты выдал на прилавок, вот оно пересекает граниту предприятия, и ровно вот бизнес-процесс реинжиниринг, вот это вот мы и будем делать, вот это будем, говорит, странно, а то, что я рассказал, выглядит примерно так, подошел клиент, что-то попросил, да, и далее побежал какой-то сигнал до стенки, от стенки отразился и побежала какая-то деятельность, что-то я, говорит, нигде не видел, чтобы вот это вот туда побежало, а назад возвращается, вот где-то моделировалось, то есть они сначала о чем-то договариваются, говорит, а потом, а как это тестировать, он говорит, тестировать элементарно, приходит человек в пиццерию и говорит, пожалуйста, мне обувь, лабутены, ну, сигнал, говорит, прекращает бежать вот до первой стадии, а что происходит, ну, нельзя же сказать, что процесса нет, то есть происходит обмен репликами, люди продолжают разговаривать, если это автомат, он же как бы просто разговор не поддерживает, человек будет во фрустрации, потому что он честно хотел лабутену, он пришел, видит прилавок, он честно просит, с точки зрения системы, ну, как, нужен третий человек, чтобы сказать, что он что-то не то просит, либо не нужен, потому что за прилавком, если там стоит человек, а не автомат, он ему сам скажет, чувствуете, там возникает сразу много чего интересного, о, говорит, деец, этот человек выходит в дискурс, то есть каждый раз, когда кто-то, кого-то может о чем-то попросить, вот полномочен попросить, и тот вроде как может отказать, но чаще всего не отказывает, чувствуете формулировки такие, там, пообещать, попросить, интересно, вот, похоже на сделку, да, а там же как, внутри сделок нет, вот этот поворачивается, говорит, лабутены кричит на кухню, ну, он может не отказать, на следующей операции будет заслон, да, ну, то есть сигнал как бы где-то не пройдет, а возникает следующее, или они там заняты, он говорит, никаких тебе пицц-маргарит, мы тут чистим нашу печку, тот говорит, клиент настаивает, это что означает, они вдруг выходят из процесса и начинают беседовать о том, как организовать работу, помните предыдущий такт моего рассказа, на предыдущем такте я достаточно долго говорил, что мы не можем исключать из деятельности договорки по поводу деятельности, то есть обеспечивающие систему, то есть ту систему, которая делает эту систему, далее они либо договариваются, что кто-то кого-то что-то не понял, и я думал, что лабутены это пицца, и вообще в нашей стране лабутенами всегда называли пиццу-маргарита, третьего привлекают, но это же как раз интересно, всегда, если не договорились, то есть двое договорились, нормально, не договорились, всегда можно эскалировать, то что вот называется эскалация, и беда, если эскалации нет, потому что остается только мордобой, как вы помните, демократия это как раз способ изменить организацию общественную, только бескровно изменить, без мордобоя, а тут, если у вас нет вот этого способа, только мордобой. Смотрите, а Хаек, Хаек различал ближний порядок и дальний порядок, когда вы говорите анархия, вы делаете вот такой шаг, попадаете вообще в другую страну, потому что, когда я говорю вот о вот этих ситуациях предприятия, это ближний порядок, мы этих людей знаем, видим, мы с ними общаемся, и есть какая-то система правил, с которыми мы работаем, а есть дальний порядок, когда к вам кто-то приходит с рынка, и вы не знаете, как доверять, вот когда кто-то приходит, клиент, и начинает просить лабутена вместо пиццы-маргарита, это как бы дальний порядок, но внутри предприятия-то все то же самое повторяется, но там ближний порядок, там другой режим, это надо в другом режиме отрабатывать как-то. Но то, что я говорю, все равно говорит, что что дальний, что ближний, у вас вообще другой тип рассмотрения, что оказывается, сделки вот эти, кто-то что-то просит, кто-то может отказать. И есть еще один очень интересный момент, что есть сама договорка, то есть, когда ты выходишь в так называемый дискурс, и начинаешь договариваться о принципах договаривания, о чем вообще с тобой можно говорить, о распределении полномочий, можно ли у тебя требовать обещания, кто за тебя поручается, чьих ты будешь, от какой фирмы работаешь, вообще традиционные вопросы, с какого района, да, за твоей анархией сколько человек стоит, Кто за тебя поручится? Не факт, потому что речь идет о произвольном разговоре, о выяснении отношений. А фактически они по ходу дела проектируют организацию. Вы говорите, что это означает, что работа по созданию организации может быть автоматизирована. Обратите внимание, не по созданию, вот как бы зафиксировать договоренности, задокументировать, о чем мы договорились, а сами переговоры по созданию. Я говорю, о класс, это означает, что и предприниматель у нас автоматизируется, и вообще все автоматизируется. Ну да, полный искусственный интеллект, да, наверное. Но там еще есть проблемы. Есть даун, то есть децентрационных? Нет. Значит, обратите внимание, что у нас с командой, вот пока мы тут застрянем сейчас навечно, я хочу сдвинуться все-таки с места. Потом технический перерыв сделаем, на 5 минут. Ну, давайте. Сколько еще проверьте? Надо технический перерыв, мы не продолжаем. Дело сделаем. Ну, давайте сделаем технический перерыв. Просто я хочу сказать, что вот это вот хотя бы как-то людям знакомо, изучу трекеров, вот, хотя в учебниках об этом не пишут, но вот то, что это способ agile, но это способ описания деятельности, оно как явный нет. Вот это хорошо знакомо и структурировано, а вот это вообще вот обычно даже в голову не приходит. То есть это то, что вот выходит из мозга, это считается, а это HR, там кто-нибудь, а это не HR, это ровно равноправная такая же штука, один из взглядов на предприятие. Нет, там команда не отдается с точки зрения поручений, полномочий. Чуть-чуть они рассматривают, чуть-чуть они это рассматривают. Сейчас вы увидите, у меня же схемки дальше будут, поэтому после технического перерыва схемки. Ровно через 5 минут.